Шел второй месяц операции по освобождению Некроманта в компании Арчибальда, третья операция в нашей компании, и мы остановились на невероятном нападении на желтого противника, который куда-то повел своих героев на северо-восток, и немного непонятно, что у него в замке происходит. Нет, замок этот стоило бы захватить, я не знаю, опасно это или нет, и я жду подкрепления. Так, и пью воду из колодца. Отлично! Кто тут у нас? Много копейщиков ветеранов. Можно, кстати, с ними сразиться, чтобы немножко прокачаться, да? Лишним это не будет. Нет, копейщики ветераны, слушайте, могут серьезных проблем доставить. А Горгули? Их тоже много достаточно. Посмотрим. Где подкрепление? Подкрепление уже близко, командир, не спешите. Не спешите. Вот здесь было бы неплохо их свести, наших главных героев. Так. Киркоров. Много выпендриваешься, сынок. У тебя, кстати, есть еще силы. Да ты мог бы чем-то заняться полезным. Но волков ты не пробьешь здесь. Ты разведку сделай, пожалуйста. Может сейчас, когда я подвел Киркорова, и герой увидит его, и создат своего героя, нападет на Киркорова. Вы хотите меня слить? Да! Ха-ха-ха-ха! Мы именно так и поступаем. А, тут у нас стая архимагов. Я тут не пройду. Гиганты не пробьют стаю архимагов. Поэтому наша подруга забирает полуросликов и возвращается создавать следующее подкрепление. Экономическая ситуация более-менее пришла в норму. Надо будет посетить обязательно рынок какой-то. Но это надо сделать после того, как я захвачу... Что это такое за домики? Как на статус? Вот это вот... Теория, это поселение или что? А, это замки, это города. Делаем ход. Неделя ворона объявлена. На население всех жилищ возросло и на Киркорова не спешат нападать. Поэтому мы, наверное, может быть на мумии здесь. Немного мумий. Это вообще не проблема для наших войск. Подкрепление приходит. Город практически во всаде. А Киркоров идет совершить разведку. И он немного волнуется, потому что он может нарваться тут на вражеского героя. Но тем самым он, в принципе, отрежет пути вражескому герою. Еще какие-то подляны может сделать. Киркоров, шоу у нас по уровню. У нас третий левел. А по заклинаниям все база. Все база. Мне нужно было все-таки строить в главном здании больше гильдий. Я все-таки играю за черодея. Вернее, за чернокнижника. Так, следующее подкрепление готовится. По деньгам 10 тысяч. Небесный чертог я не успел сделать. Заказываю третий этаж гильдии магов. Простите, это был второй такой этаж? Это был только второй этаж, а? Ну, сколько надо? 20 самоцветов. Отлично, все есть. И на постройку есть на следующий ход. Надо только денег выбить. Компьютер как-то очень пассивно играет. Мне это немного не нравится. Подкрепление пришло. Давай мы как-то так сделаем. Может, нападем в этот ход. Успеем. Сейчас пассивно, не пассивно. Я туда влетаю. Там несколько сотен полуросликов. И я получаю просто... Теряю всю армию. И шутки на этом заканчиваются, да? Я еще не дохожу один ход. Надо было идолу дачу посетить. Это не получилось. Значит, здесь у нас много водных элементалей. Они попроще, чем воздушные, с которыми мы сражались. А как с желтой, простите, здесь... Ну что, вообще тут героя не строил? Он шахты не захватывал. Тут одну захватил. А где герой его? Шахта была захвачена. Аккуратнее, командир, говорит Кродо. Это может быть замок Замануха? Замок Замануха. Нет героев тут. Я по карте просто смотрю. Ничего они тут не захватывали. Мы рискнем, конечно. Так, Киркорову тут делать нечего. Он, конечно, может на горгули. Орда, не пробьет он их никогда в жизни. Водных элементалей нет, стрелков мало. Отступаешь. В страхе. Небесный черток. Что там не хватает? Тысячи денег не хватает. Кто-то Киркоров займется или займется в следующий ход. Я нападаю. Ну, сотня полуросликов. 40 кабанов у него. И вышки отстроены. Будет стрелять. Капитан такой, с магией. Серьезный молодой человек. А у меня ускорение и волшебная стрела. Никчемная. Что я могу здесь делать хорошего? 15 на 15. Сила атаки у него 0. А у меня сила атаки 1 и защита 3. Я первым делом, наверное, стрельну по полуросликам. Потому что они тоже будут стрелять. Мне надо разбить укрепление. Баллистика у меня была. Полетит Рух. Что он... А, Жажду Крови кастует, да? Полуросликов надо ослабить. Он летит. И сейчас сильно дал. Ответочка с удачей. Неплохо. Полурослик все еще не стрелял. Если я полечу на него, то я потеряю все-таки Рухов. От кабанов. Но полурослик не вы... А Полурослик сильного урона не нанесет, в принципе. А у Руха Жажда Крови, да? Надо диспл кастовать. Лечу на полуросликов. Убиваю их. И... Ну, получу от Жажды Крови. Что я поделаю? Ну, хотя бы не убьют. Мне по 40 кабанов тоже наносят неплохой урон. Заклинание не готово. И надо стрелять по Рухам. А Тони Старк просто перегруппируется. Жажда Крови на кабанах. Это очень опасно. Хры-хры, говорит наш Хрюша. И что готовится делать? Снимаем чары, наверное. Отсюда. Отсюда. Потому что надо убить вот этих Рухов. В конце концов. Деда, если отведут, то кабаны дойдут, да? Деда, отводим сюда. Ох, как хорошо, амораль-то, а? Получите. 33. Понятно, что он подлетит. Это было понятно, ожидаемо. И залетим вот так. С удачей. Удар. Готово. Заклинания не могу. Потери все равно несопоставимые. Выходишь вперед, Тони Старк. Вообще-то не принял участие в бою. Да. Диспл. Под хвост ты залетаешь. Полтинник ему. Оп. Плотные кабаны. Чародеи отходят. Потерял чародея. Перекрываем путь. Пути отступления. Добиваем кабанов. Одного Руха потерял 7. 7. Это очень много я потерял. 2 тысячи практически опыта и 3 кабана. Разведка казначей первой ступени. Надо казначей брать, наверное. Или разведка мне выход на другой навык. Давай разведку сделаем. Замок наш. Что тут у нас? Опять все надо строить с нуля. Библиотека, рынок, второй этаж, гиллер. Сильди и магов потрачу. Нет. Тут нельзя так делать. Нельзя так поступать. Почему? Потому что я здесь должен чертог возводить. Мне не хватает немного золота на это. Кто займется сей ситуацией? Кто может? Кто ближе всего к рынку? Рынок далеко от всех героев. То есть придется меняться в своем рынке. Я все равно не загрейжу их, потому что еще все деньги потрачу. Так что давай я во втором замке. Пока здесь главный герой тусуется, мы построим второй этаж гильдии магов. Молнию. Вот стальная кожа. Вот это тоже замедление. Вот это надо было вылавливать. Что у тебя? У тебя такое. Пока будем развивать этот замок, пробивать остальных. Так. Хорошо. Мумии, горгульи, горгульи. Здесь у нас светилище третьего круга. Выучим заклинания наконец-то. Все будет хорошо. Отжали замок. Теперь ожидаем нападения желтого на северо-востоке. Ваша задача. Выучить новые заклинания, во-первых. Во-вторых, заботиться о подкреплении. Теперь все прозаично. Ну, я очень доволен, говорит Филипп Киркоров. И занимается рынком. Это будет его задача. А здесь надо, наверное, собирать подкрепления все-таки, пока есть деньги. Или выждать уже этот небесный чертог. Построить следующий ход. А потом еще выждать и титанов привезти. Четыре есть, их надо будет загрейдить. В самоцветы упираюсь сильно. Что ты можешь полезного сделать пока что? Пока это все будет происходить деятельность. Волшебный сад. Давай выждем, господи. Почему нет? Выждем. Там наверху еще что-то оставалось. Старухи. Много рухов. Титаны. Рухи долетают очень хорошо. Там артефакт, понимаете? Этот артефакт надо забрать. Не, нужны титаны. Ждем. Следующий ход. Значит так. Горгульи сколько их там? Много. Должны испугаться. Нет, они не испугались. Они еще очень мобильные. Быстро ходят достаточно. Но... У меня уже есть побольше заклинаний. Слава тебе, господи. Стальная кожа, возможно, или молния. Ой-ой-ой. Долетит? Долетит, конечно. Надо прикрывать. Но они решили своей целью избрать полуросликов. Это ошибка. А вот это уже ошибку не повторяют. Да, окружают наших магов. Теперь надо их спасти обязательно. Джимми, беги. Джимми побежал. Удар. Железо по камню. Так. Есть какой-то нюанс в окружении. Я вот не помню, как грамотно действовать. Но тут я пока что атакую. Ход с магией мой. Господи, чуть не проворонил. Холодный луч, наверное, надо запускать все-таки. Потому что, чтобы ману экономить. Эту добили. Шесть полуросликов. Перегрим Тук и брат Джимми. Общее проклятие. Ну, это сильное заклинание. Его предлагали в качестве основного бонуса. Далее арбалет есть. Много магов, говорят. Много магов мы можем не совладать с этим. Так. Наконец-то. Теперь мне нужны деньги, драгоценные камни. Все остальное мне сильно не нужно. Хотя нет, мне нужно что еще? Мне нужна библиотека. Башню магов загрейдить. А тут надо литейный строить, да? Он не возведен, да? Тут надо еще вложиться. Тут нужны еще средства. То есть надо атаковать. Идти куда-то. А средств на карте не осталось практически, понимаете? Это золотая шахта была вот здесь. Попробуй пробей этих Миндуз. В общем, я делаю вывод, что я затормозил капитально. А тут и волки есть. Вот сюда надо нападать главным героям. А тут надо, имея то, что есть, использовать как ресурсы. Поэтому, Киркоров. На базар вымениваем деньги, закупаем армию, какая есть. И какой-никакой армией будем заниматься. Свитки лежат. Все. Хорошо. Еще бы третий этаж построить этой гильдии. Сейчас тысячи есть. Ну что, это два мага. Слабое подкрепление. У нас что можно заменить, в принципе? Ну, титанов можно вот на железных людей. Потому что самый медленный юнит. И бесполезный получается. Не титанов, а этих гильдий. Гигантов. Не надо делать ход. Надо делать ход. Здесь надо уничтожить мумии. Мумии немного их, тем более. Захватить лесопилку. Это дополнительные ресурсы. Не, соизволим изловить. Будет месть. Месть за бой с мумиями. В прошлой серии был тяжелый бой. Достаточно с ними. Можно их просто замедлить. Они ничего не сделают. Все равно плотные. Идут вниз. Хотят и Джимми полакомиться. Джимми говорит, не бросайте меня. Я боюсь этих существ нежити в тряпках. Железные люди должны ходить уже начинать. Потому что они вообще себя не проявили. Кабаны сидят. Вообще, проклятие не сработает на мумии. Да, давай стрельнем, господи. Ох, неплохо. Сила магии 6. Да, неплохо, действительно. Кабаны, я думаю, завалят эту. Да, не надо париться. Так, за подкреплением. Руков еще можно взять. Можно взять еще немножко ресурсов. Можно сюда за сапогами. Это хотелось бы сделать. Сколько чемпионы эти выросли или нет? Стая. Я могу потерять просто армию. Недопустимо. Ты бежишь. Время еще есть, Киркоров. Значит, что делаем? Надо принимать решение. Или я сливаю все ресурсы по курсу. Покупаю титанов. Вернее, грейджу. То есть, мне нужно... Не могу сливать ресурсы. У меня мало ресурсов, понимаете? То есть, я могу улучшить... 8 надо драгоценных. И 24 тысячи, господи. А одного сколько будет улучшить, стоить? 6 тысяч стоит улучшить. А сколько он стоит, этот титан? 5 тысяч и два драгоценных камня. Неплохие цены у нас нынче. Ну, хорошо. Я могу получить драгоценные камни за ртуть. И я могу получить очень мало золота за все остальное. Гильдия магов не светит. Второй город не буду я развивать, получается. Ну, как-то так. Несу подкрепу с титанами и все. И начинаем тут все выносить просто пачками, да? Я думаю, да. Так. Мне все равно не хватает. Я даже одного не могу сделать, понимаете? Какие тут средства у нас. Но сейчас мне заход должно приходить... Тут, кстати, есть у нас самое важное здание? Есть. Мне заход должно приходить достаточно много денег. Желтый там беснуется. Наш главный герой начинает... Много копейщиков... Ну, начинает тут бурную деятельность разводить. Хотелось бы арбалет получить. Я на магов... Сколько их? Много. Ну, много так много. Что я сделаю? Уже... Корода практически самостоятельно доскакал до замка, пока... Мири не покупает этих титанов. Несчастных. Еще и герой у меня казначей есть. Я одного улучшаю за 6 тысяч. Почему это так дорого, если новый стоит 5? Подожди. Новый стоит 5 тысяч. А улучшить я переплачиваю, получается, да? Зачем оно мне надо? Вот тебе подкрепление и все. Вот эти, вот эти юниты. Этих можно оставить кому-то, кстати. Один титан, 300 хп, урон 20 по 30. Конечно, не очень сильно, но что поделаешь. И 18 полуросликов. Надо их тут оставлять и грейдить, и довозить. Получается так. Получается так. Подкрепление готово. Что это такое, говорит Кродо? Это подкрепление. Это мы, это брат Джимми Боливар. Медальку передай. Австралиабия, подвижность только на море. Не нужно это. По средствам нынче у нас, да, напряги в королевстве. Делаем ход. Желтый что-то там беснуется. Кстати, в замке некроманта не оказалась искомого. Так что игра продолжается. И нам нужно еще очень много тут деятельности производить. Какое-никакое подкрепление идет. Я в прошлой серии посещал Оракула, и там писалось, что у противника есть титаны. Я поэтому перепугался. На деле ничего страшного. Посещаешь мельницу. На следующей неделе. Начнешь с молодых людей. Надо в идеале делать фланговую атаку. Один заходит отсюда, второй заходит отсюда. Тут куча золота. Мне нужна вот эта золотая шахта сейчас. Население в городах выросло. Отлично. Очень вовремя нет средств, чтобы это все организовать. Подкрепление уже не идет, командир. Я донесу его. Подкрепление просто невероятное. И что, ты сильно донес? Не сильно ты донес. У командира нет времени на эту ерунду. Он поэтому нападает на копейщиков. Ох, и тут мы можем сейчас отхватить ребята. Сильно причем. Что я опять не рассчитал наши силы. Что у нас самое сильное? Замедление есть. К сожалению, общее проклятие есть у нас. Это надо было попозже делать. Ладно, полтинник. Эти тут застрянут. Ты одного проатакуешь. Ты ждешь, в общем. Ох, я сейчас солью армию просто. Что у него по урон 3 по 4. Тут даже это проклятие не такое уж и важное было. Заклинание. А вот Джимми стреляет на сей раз очень удачно. Полтинник готов врываться? Готов, прикрываешь магов. Не иначе. Жажда крови, замедление, ускорение. Не, надо лупить их по одному. Получает. Получает. Полтинник выдержит здесь. И все. Готов. Получает. Общее проклятие неплохо работает. Все-таки мне не столько сильно урона заносят. Тут прикрыть полтинника. Добить, наверное, копейщика. Заклинание. Вот так вот. Вот так вот. Куда ты суешься, мальчик, говорит наш маг. Я только потерял двух кабанов. Казначей баллистика. Казначей с деньгами проблемы начались. Так, теперь у нас более трудная задача. Потому что здесь достаточно много магов, охраняющих арбалет. В принципе, артефакт важный для стрелков. Мне нужна мана, чтобы ускорить големов, возможно, в первый ход. Зависит ли я от того, кто где стоит, кто первый ходит? Вроде бы нет. Очень высокая. Средняя. Не зависит. Кабанов можно, кстати, поставить по... Этих можно сюда. Этих надо в центр. 7 маны. Не, не полезу я на них. Дальше артефакт. Плевать на него. Подкрепление. Уже везу. Уже везу. Здесь. Нора. Это в следующий ход. И... Надо продолжать скупать, наверное. Или скупать уже во втором замке. 5 тысяч только есть. Во втором замке я вообще ничего не могу скупить. И качественного. Потому что здесь надо сам цех строить. Надо башню магов какую-то строить. Но цех я, например, за полторы тысячи могу себе позволить тут этих несчастных големов. Зачем я это сделал? Я хотел заменить титанов и... На големах. Не знаю. Полурослики согла. Вообще надо было и титана, и ребят привозить. Но меня просто выбесила цена за грейд. 6 тысяч я плачу, а новый стоит 5 тысяч. Понимаете? А чтобы вот этого одного за грейд, мне нужно 6 тысяч заплатить. Это очень дорого. То есть надо это запомнить. Моменты в героях. Вот в этих во вторых всегда пытаться... Лодных. Мы должны нападать. В этих героях всегда пытаться... 8 маны. Так, ты пойдешь атаковать или нет? Ты так отлично прикрываешь. Огненная магия нужна. Ну вот и вы, ребята, пойдете танковать. Тут не иначе. Заклинание. 5 маны. Ускорение. Стальная кожа не пойдет уже. Волшебная стрела. Снятие чар. Пока дойдут. Полтинник сидит. Все, понеслась. Надо, чтобы железный человек себя проявил. Он хочет остаться в армии, поэтому он будет сражаться очень сильно. Он может обойти мне тут до Джимми? Да, он доходит. Джимми, держись. Кабан врывается, чтобы мы тут больше фокуса имели. Маны нет. Ну, Тони Старков артит. Это бой за золотую шахту. Сюда вот так затем... Деда отвезти могу сюда потом. Да, элементали, конечно, тут дают. По сравнению с третьими героями... Это очень жесткие. Где-то надо отвезти подальше. Деда стреляет. Полтинник врывается. На Джимми напали. Что поделаешь? Даже добить его не могу, господи. Там маны у меня сколько? Две. Я за две маны ничего не сделаю. Джимми надо спасать. Джимми, потому что может выстрелить. Слава тебе, господи, я элементарь не вздумал нападать на магов. Так, ну, 8 хоббитов. Три руха. 5 железных человеков. И 6... Все ради шахты. Что я теряться начинаю? Значит, мне нужно здесь пробить обязательно. Тут надо ввести героя, чтобы он занимался... Собирательством. Главный должен идти вперед. Второй герой... Переносит все-таки подкрепление сюда. Этого титана несчастного. Это все подкрепление. Это даже не подкрепление. Это курам на смех просто такое подкрепление. Арков себе забирает. И, не знаю, все-таки придется железных людей ввести. Что делать с титанами? Непонятно. Два драгоценных камня. Мне выдает мельник. Это просто как плевок в нашу экономическую ситуацию. Ну, я иду за ресурсами, наверное. Потому что не иначе. Мне нужны ресурсы. Рухов беру 10. Что, ребята, хотите повоевать? Следующий ход. Займемся. И вот я иду куда-то сюда этих медуз пробивать. Потому что не иначе. Волков пробьем. Золотую шахту надо забирать. Надо тыловую атаку готовить. Хватит сопли жевать. Да? Да. Хоть мы и не готовы. К этой войне. Значит, забираю шахту. И все. Больше тут ерундой не занимаемся. Надо пробить орда горгулей. Не, надо... На сей раз надо уже дождаться подкрепления. Много мумий. Вот с этим еще могу совладать. Тем, что у меня есть. Подкрепление уже близко, командир. Много магов не убью. Только потеряю своих магов. Я вообще неправильно на эту карту играю, ребята. Тут надо было всю ставку делать на этих титанов. А я... Получилось так, что мне не хватило драгоценных камней. Если бы я не загрейдил в первой серии вот эту башню магов. Не потратил на них столько драгоценных камней. А хотя я в библиотеку все равно упирался, да? Я не помню уже, как там было. Эти базовые существа на них надо забивать вообще в идеале. Надо в сильных существ выходить. А я что-то с базовыми, с этими полуросликами играюсь, как... Не знаю. Ничего страшного, так тоже фаново. Значит, подкрепление. Наконец-то! Дождались. Ну, скорость повысим. Немножко атаки стрелковой повысим. Все, и железные люди остаются на блюде. Ты хочешь сражаться с титаном, у которого 300 хп? Ну, давай посмотрим. Маны нету, жажда крови есть. На всякий случай замедляю, потому что уже не знаю, что может произойти. Так, полтинник. Нас осталось мало, но мы готовы сражаться. Один титан тоже много чего не сделает. Но у него 300 хп и атака хорошая. 70 хоббитов. Джимми. Главный герой этой саги. Джимми вызволяет некроманта. Квест за некроманта. За спасение некроманта. Это великая честь для народа хоббитов. Джимми уже вошел в роль, да? Тут, ладно, хватит шутить шутки. А, как молния залетела. А в ближнем бою ты сколько наносишь? 20-30. На тебя бы блесс? Вот ты тогда бы дал. Ты бы тогда дал. Но Джимми всегда везет. Вот это выстрел, говорит Джимми из Прощи. Получи сюда. Ненавижу нежить. Отлично. Джимми, идешь спасать некроманта. Джимми говорит, я своей жизнью готов потратить ради великой цели нашего королевства. Все, бабки наши. Я врываюсь сюда, или я пробью Гаргулью еще. Полетят они сейчас в потере будут. Надо пробивать это все. Маны нету. Ну, что поделать. Надо было герою, конечно, передать. На Титана нападают. 290 хп. Ну, они плотные, да. 264 хп. Получите. Титан чисто танкует. Джимми. Опа. Он втанкует, кстати. 246 хп. Конечно, он втанкует. Он один их втанковал бы, наверное. Но не факт. Нет, он не втанковал бы их один. У него урона бы просто не хватило. У него урона просто не хватает у одного. Тысячу за это, однако. Я 2 кабана даже потерять умудрился. Хорошо. Что, земные элементарии эти очень жесткие. Волки. Надо пробивать или нет? Наверное, нет. Заклинания. Все, остальное тут займутся. Я уже бегу вперед. Значит, здесь захватываем шахту. Далее. Киркоров. Что, несешь новое подкрепление? Птицы Рух. И стрелки, да? Стакается? Стакается. Киркоров побежал. Только надо попасть в того героя, который нужен. Арбалет, возможно, надо брать. Может, ошибка, что я его не беру здесь. Значит, у меня деньги немножко появились. Что по армии, в принципе. Есть хаббитцы. Ну и титаны есть, которых я купить не могу ни одного. Потому что проблема у нас. Я тысячу сделаю. Например, за дерево. А там 5000 мне надо, да? Ну давай мы одного титана возьмем. Все-таки крутой юнит. Строить я не хочу больше ничего. Возьмем титана. А может, грейдить их начинать потихоньку все-таки? 6000 за одного платить. Это просто никуда не годится. 24000 нужно. А покупаю я одного за 5. Вот так. И вместо кабанов пойдут гиганты. Все, готово к труду и обороне. Побежала на приключения. Сюда и везде в остальные все места. Значит, твоя задача совершить фланговую атаку на север. С севера. А мы нападем с запада. Здесь мы должны немножко подождать, пока нам поднесут подкрепление. Запыхавшийся барок чернокнижник по кличке Киркоров не успевает поднести подкрепление. И Агар, чернокнижник, ребята, 12 уровня разворачивается. Ах ты, плебей! Тьфу! Но ничего не говорит больше, потому что надо забрать подкрепление. Все хорошо. Грифоны еще остались с самого начала, которые были. Этой экспансии. И бежим вперед в атаку на зомби. Сколько орда? О! Это уже заявка, но у нас практически тоже орда полуросликов. Ману не восстановил. Ошибка очередная. Везет немного не тому. Они успеют дойти. Тут прикрывают... Чем хорош Титан, его не надо прикрывать. Надо готовить фланговую атаку, наверное, их немножко отманить. Давай отманим их вниз все-таки. Я не знаю, правда, они идут строго на Титана все. Джимми говорит, наверное, на меня одни идут. Ну, с ними справишься. Это отлично, потому что метаешь уже свой камень из прощи. Полтинник может ворваться. Рухи лететь или нет? Плотные зомби. Давай, нападем. Ничего они не сделают. Так. Джимми, аккуратней. На 13 не твое любимое число. Простите, босс. Все тут завалили. О! Ну и полтинник. Фортить не тем немножко. Мораль немного не у тех. Ну, потому что наши мелкие... Я начал рассказывать, что надо больше за крутых юнитов пытаться тащить. А мелкие решили себя проявить. И мораль у них повысилась. Отлично. Значит, здесь... Тоже начинается экспансия. Хватит сидеть в замках. Надо заниматься серьезными вещами. Будем ли мы тут что-то покупать? Не знаю. Мне нужно где-то найти колодец и агару восстановить ману. Агар врывается на шахту. Пусть он тратит время этим ходом. Опыт. Дворфа и шо поспалам. Тут нет заклинаний. У меня нет колодца здесь. О! Стая кабанов. Немного Жаклин. Немного у нее... Стая этих... Стая орда феечек. Сейчас не знаю. Сейчас зависит. От нее зависит. Я вот не знаю, потяну ее или нет. Жаклин варварша. С магией сильно не дружит. Атака у нее будет хорошая. Далее. А ты здесь. Киркоров тогда сюда бежит. Первым делом шахту, наверное. Чтоб приплод пошел по артуте. Далее деньги. Ну и можно денег еще себе получить. Вот по неплохому курсу. Пока ты здесь находишься просто. Жаклин еще можно ослаблять. Если есть герой с хорошей магией, то он может влетать с мощными существами. Например, с железными человеками. И как-то ослабить противника. Думаю, можно второго героя сюда послать. Он еще может сработать как приманка. Так. Нападать здесь. Стая архима. Я стаю не пробью архим магов. Я правда не знаю точно, сколько это стая. Вот на кабана можно напасть. Сколько их там? Много боровов. Изловить? Нет. А сколько у меня полуросликов? Восемь? Мирине. Восемь полуросликов. Это не шутки. Мумии хранят артефакт. Это у нас храм. Дает сразу две морали. Не, мы вот сюда куда-то нападаем. На орду полуросликов. Все герои походили. Все. Деньги. Девять тринадцать тысяч. Два титана. Неплохо. Пахнет подкреплением. Да, пахнет подкреплением. Кастер чернокнижник. Разведка мудрость. Не то, что нужно. Эктор рыцарь. Лидерство баллистика. Это же не то, что нужно. Есть свободные герои. Быстрые. Но вот здесь есть. Такое. Ладно, делаем ход. Аня убежала. Она испугалась. Не значит, что надо на нее влетать. Или нет. Не знаю. Иду за ней. Ищу колодец. Не нахожу. Без колодца нападать не буду. Тут легкую разведку. Не вижу колодца. Нужна мана. Там у нас неизученная территория. Не спешим, наверное. Где-то здесь закрепимся. Ну, или поверху этих титанов провести. Через вот этот каньон, который тяжело достаточно пробивается. Не знаю. Наша рыжая по кашу бежит. Здесь по кашу собираем тоже ресурсы. Волков не удастся ограбить. Хотя, в принципе... Слиться на них можно. И земные элементарии хранят какой-то крутейший артефакт. Делаю ход жду. О! Астрологи объявляют покровительство и силы высоких эльфов. Их популяция возрастает. И... Как и все жилища. Мне нужен колодец. Так. Поэтому я нападаю на мумии без маны. И ману я не трачу. Я должен экономить сейчас. Я должен перекинуть титанов побольше сюда. Через пол карты. Надо строить было... Надо было строить все-таки гильдии магов. Может быть телепортация какая-то бы попалась. Потому что тут библиотека у нас. Теряю полтинника. Мумии на подходе. Кричит Джимми. Это опасно немного. Джимми, не волнуйся. Это и тычку прописываешь. Эту стреляем. Полтинник уже на подходе. Жаль, нельзя тут вот так вот походить. Может с контролом можно? Нельзя. Ну... А, они на тебя нападают. Все, тогда их судьба предрешена. Готов. А ты посмел проклятие закинуть на титана. Посмотрите. Логистика второй ступени. Отлично. Опыт заберу. Господи, тут нет колодца. Там сверху может быть шахта. Мне нужен колодец. Надо ману восстановить. Сейчас драка с героем будет вражеским. Небольшую разведку произвожу. Как они ману восстанавливают, интересно. Сейчас, наверное, наш второй герой может нарваться сильно. Преподайте к струям. Пьем. Это понятно. Тут через медуз. Медуз легче пробивать будет, чем... Да, медуз будет легче пробивать. Поверху пойдет подкрепление. Этих не будем соизволять. Идем на медуз. Сразу нападаем. Волков надо и артефакт забрать. Тоже это важно. Значит, и как тогда организовать подкрепление? Тебе бежать через всю карту за титанами или легче нового героя купить? Ты здесь займешься. Киркоров, извини, твое время вышло. Что по героям у нас? Герой это такое, что по титанам. Еще два заходят на борт. Остается 4000. Мира Чародей с мудростью. Варбара бы какого-то выловить. Попадаются такие себе ребята. Мира заходит на борт. Полтильника. Четыре титана. Вот это уже серьезная заявка. Еще два мага и пару полуросликов, от которых, может быть, вообще стоило отказаться с самого начала, потому что достаточно медленные существа. Но подкрепа пошла. Стая архимагов пугает просто. Особенно неподготовленного героя. Все, делаем ход. Желтые приближаются. Так, что там у нас? Немного, немного, стая, стая. А, желтые приближаются на нашего напарника, который отступит, их оттянет. Ему будет тут чем заняться. Еще один желтый. Орда стрелков у Флинта. Стая много. Отступление следует трубить незамедлительно. Ну, давай, например, сюда. Заберем ресурсы, чтобы мне досталось, и в центре карты встанем. Посмотрим, что они будут делать. Ситуация обостряется, говорит Киркоров, и бежит в свой замок. Так, а здесь что мы делаем? Артефакт уже надо быстрее, такое ощущение, чтобы подводить подкрепление. Ладно, давайте без... Хотя артефакт может пойти. Там волки. Артефакт пойдет. Тут медуза. Медуз можно нанимать тоже, но для этого надо руины зачистить. Нападаю на волков, и волки хотят сражаться с четырьмя титанами. Но тут титаны не одни будут. Значит, шо? Первый получает немного. Второй тоже получает. Бегут они очень решительно. Ну, гиганты должны зарешать здесь. Входит и просто убивает сразу волка первого. Десять на семь. Джимми, просто убеги. Они на деда решили напасть. Ой, это ошибка. Так. Вторые герои очень непривычны с существами. Существа сильно отличаются от того, что в первых логистика. Артефакт. За него сражение может быть. Вы встречали печально известного черного рыцаря. Ваш поединок заканчивается в ничью, и рыцарь в знак уважения дарит вам пару платных перчаток. Этот артефакт необходим мне незамедлительно, кричит Агар на всю долину. Желтый аж навалил в штаны с одной стороны, Жаклин. А с другой стороны, они тоже теперь знают про артефакт и хотят его получить. Я доставлю его в скором времени, кричит наша рыжая и идёт на Медуз. Я несу титанов, моя госпожа. Везу их в повозке. Так. Кстати, в первой серии я смотрел Оракул, ну, в прошлой серии, и я видел, что у Желтого противника есть титаны. Но я у этих героев их не вижу. Наша задача вообще в сценарии пробить этого... Спасти некроманта. Нападать на меня они боятся. Так что я спокойно тут буду гулять. Но, если они объединят усилия... То это будет бубо. Будет немного бубо. Я думаю, тут даже надо через архимагов заходить, тут ближе к нам. Да, как это ни странно, это ближе к нам. Нам придётся на архимагов нападать. Медузы так поют сладко. Что поделаешь. Вы здесь занимаетесь. Хорошо. Здесь надо организовать уже подкрепление, наверное. Может быть, закупить какие-то ресурсы. Шахты у меня уже много. Вот я на двадцатке делаю тысячу. Так. Ну, во втором замке что-то купить такое. Ну, шо я тут куплю? Тут ничего не отстроено. У меня денег не хватает на это всё. На всё про всё. Я беру дальше титанов, пытаюсь покупать. Два ещё заходят и несколько магов. Хорошо. Просто тут простаиваем, значит, на юго-западном замке. А главный герой просто ворвался и стоит. Они на меня не нападают. Они меня боятся, очевидно. Плащ вижу, артефакт. Надо орду железных големов пробить. Не пробью с такой армией. Иду, пытаюсь перегруппироваться через мумий. Много мумий. А маны до сих пор не восстановил. Восемь маны. Так. Без маны действуем. Экономим, потому что если всё-таки на меня нападут, мне понадобится хоть какое-то общее проклятие кинуть. Заклинание. Имею в виду, если вражеский герой на нас соизволит напасть. Так что Джимми приказано держаться на вражеской территории. Тем более мораль нам сопутствует. Слушайте, плотная. Ещё и проклятие бросили. Ну, что поделаешь. Да, мумии жёсткие. В таких количествах. Будут нападать на Титана, но ничего не сделают. Джимми надо обезопасить. Шесть воинов. Так, это что такое? В Светилище Третьего Круга. Давай заклинание. Общая узкая... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну-о-о-о. повысим мораль сейчас у троя я совсем отсюда надо валить сейчас ребята или или нам повезет я совсем забыл что во вторых героев очень много отсылок к трое а там будут вот такие названия спарта это будет конечно сейчас опасная достаточно ситуация потому что мне нужно пробить этих архимагов это очень трудная задача передать это подкрепление главного героя все артефакты и он пусть тут уже свою деятельность разводит бурную 5 титанов 4 гиганта должны муж архимаги испугаются не тому передал чуть ошибка сейчас не было свернет тому передал просто ты с кабанами бежишь тут колодец есть ты с кабанами бежишь обратно тут сидим тут что делать посетить фонтан удачи на всякий случай приготовить тоже какое-то дополнительное подкрепление может быть можно башню магов хотя бы построить им это надо надо строить башню магов потом библиотеку все все это нужны кристаллы драгоценные делаем ход ждем но сейчас он накупит и подкрепление и будет проблематично весьма его взять много мало много мало удача у меня маны нету понимаете в чем дело так понеслась группа архимага в поисках славы желает примкнуть к вашему войску вы согласны принять их ха-ха-ха-ха 24 архимага передать подкрепление ты успеваешь сюда добежать а сейчас кому-то не поздоровится наконец-то мы встретились господин так только очков действия не хватает это сюда это сюда нет наоборот это сюда это сюда это сюда ну и хоббиты сюда ты себя расплетишь по 2 если на тебя нападут перчатку сюда астролябию себе оставляешь давайте сортирую просто предметы чтобы покрасивее было так у меня конечно никакая ты свободна еще я могу конечно попробовать преградить путь но он нападет наверное на мою вторую героиню и такова цена будет победой нашей да будем брать трою в трое кабаны и полурослики здесь у нас маны нету вот в чем проблема может надо было шестой уровень с пылы ускорения мне нужно хватить маны 9 из 80 и за следующий ход еще от регеню ну давай ключевой момент очевидно операции естественно он нападает если у него много магии то он может затащить здесь за счет рухов этот кабан не жилец 1245 молодого человека 1243 маны достаточно много что мы можем мимо противопоставить мы можем первых снять чары с рухов у которых сейчас каменная кожа эти полетят ничего не сделают урухи сделают мы можем ускориться дать волшебную стрелу это глупость а разрушительный луч понижает защиту выбранного отряда противника на три единицы и это заклинание не диспеллица что у нас по защите 712 у него если я будут диспеллиц он будет опять навешивать заклинание лучше ему с просто с ней с ней сниже эту защиту а или у меня есть каменная кожа которую я могу в принципе на титанов повесить своих же защитить но много вариантов разрушительный луч пошел защита понизилась стоим в обороне убила не 36 здоровья остается получите а одного убили гиганта у нас заклинание стальная кожа сюда ох какое заклинание сильное пошло сколько осталось рухов 19 феечек 8 сюда надо атаковать 48 хп 40 хп течение сколько восстановил 150 жилет 11 здоровья ах господи маны нет 17 да не жилец надо было по-другому действовать теряю потеряю он прорывается на нашу территорию следует совершить месть я так чувствую или забрать у него замок он по пошел смотреть башню пошел смотреть он увидел что у меня здесь мира убегает мы мистим конечно же и сейчас тоже получу но у меня уже 6 титанов общее ускорение общее проклятие общее ускорение наверное или не выпендриваться с ним сразу ему жахнуть на сюда раз два три 4 с удачей двор в под землю провалился от этого артефакт медаль доблести огненная накидка астролябия у него перекрываем замок перекрываем им кислород огненная накидка снижает половину урона наносимы вашим воинам заклинаниями огня мандаль доблести увеличивает мораль отлично ну все хавайся комиссар да надо подкрепли я думаю уже нам ничего не нужно потеряли мы героя конечно выкупить я ее не могу она погибла надо покупать нового получается да чтоб тащить подкрепление роксана некромант из первой операции или нет не не было ее путы она была в таверне а а фалагар тоже не было или она врагом было в первой операции или во второй что-то я ребята путаю не а не было ее к жизнь по-любому герой нужен беру беру последнего титана беру кого рухов может взять есть еще деньги к этих складываем эти не нужны получается то можно кабанов взять посетить мельницу и произвести атаку меру надо подводить чуть-чуть после нас стоит наверное на вот этой позиции все сейчас мы пройдем делаем ход желтый нас вырывается нового героя купил арий посмотрите на него меня интересует второй герой вот этот может быть с титанами опасный да да у него стая стая немного ярда феечек я очень боюсь отступи не выпендривайся у меня есть деньги я могу нанять армию во втором замке только вот у меня проблема опять по ресурсам это будет следующий ход до остальных големов это базовая какая-то армия на не о чем мне нужно тут серьезная армия шестерухов например голема наверное тут придется кого-то увольнять или героя нанимать мы уволим гномов не не нужны и мы грифонов я не буду увольнять потому что они с нами сначала вот эти грифоны продержались я уволю горгурией лучше у тебя есть мудрость логистика нет у тебя ничего а лидерство не только у главного героя который нападает сейчас на замок может быть и тянет желтого ох тут очень серьезно все ребята потому что у него четыре голема больше всего волнует вот эти молодые люди у меня не знаю замедление лечение проклятие чтобы они не кто тут еще тяжелый кабаны еще 32 кабана но это титаны справятся я хочу можно больше стрелков уничтожить а титана мне убьют и на титана проклятие она насылают так бою готовимся он ударный стек выпускает а диспл я уже сделать не могу но мне придется стрелять по стрелкам чтобы просто вырубить и залетаем так по стрелкам проблема решена по кабанам пол проблема решена надо убить сейчас быстро титан выживает господи какой сильный юнит по моему он он слабее конечно дракона черного но он тоже хорош у него тут тоже ничего не отстроено чем он занимался в я не могу понять надо пополнение сделать минимальное какое-то я пополнить тут ничего не могу да странно как-то происходят игры во вторых героев они сильно отличаются от того что было в третьих ладно сейчас важно привести подкрепление оставишь себе кабана и все и развалить их просто мы к этому очень долго шли можно было это быстрее сделать тусуешься в норе что-то тебе сказать мира побежала меры будет чем мира подожди так что у нас здесь на золотая шахта у нас медаль он почему-то не взял артефакт медузы у нас хорошо ну и теперь вот этот будет нападать кстати может серьезно же клин может противопоставить потому что сильная атака достаточно она не добежит но посмотрим что она будет делать вернется нам замок астрологи объявляют месяц чумы население всех жилищ уменьшилась вдвое уже клин захватывает шахту и будет нападать ну мы ее отманем наверное пусть она нападает или это не последний замок вот еще вопрос какой у меня возре возникает медаль золотая шахта это займутся героя тут проход тут к санаду еще я бы беседку посетил хорошо прошелся взял опыт так здесь сидим здесь наверное надо выстроить уже что-то ребята потому что сейчас начнется башня магов давай-ка мы тут построим наверное големов посерьезнее если она нападет на замок в конце концов прорвется подготовимся по крайней мере подкрепление подкрепление шумы с ним сделаем мы его оставим в замке себе одного руха возьмем кто быстрее средняя скорость не возьмем себе одного кабана в приключения рухов тут всех оставим так гильдия воров гильдии магов надо построить надо было ее сразу строить но и здесь займемся уже собирательством каким-то она будет нападать что у нас третий месяц пошел ух она будет нападать так киркоров по покинуть и здание покинуть здание тан-тан-тан башня магов 2 доступно потому что месяц чумы берешь себе грифона одного покидаешь здание остальных оставляешь ты тут не вне затащишь за опытом бежишь ну вот этот замок буду держать он наверное понимает что он вот этот не вернет может быть еще здесь где-то заклинание нужно для этого применять надо не тормозить надо вот эти все заклинания полурослики надо заклинания по типу показать шахты например ну пожалуйста тут шахта и тут еще две шахты тут одна желтая город тут тут но это не последний замок потому что нашу задачу даже не выполнили вот так нам ну ладно сейчас все устроим господи это длинная очень операция у нас происходит значит ты здесь тусуешься папочка разберется папочка делает шаг сюда фонтан золотая шахта но вряд ли город должен быть около лесопилки мумии камни колодец ну наконец-то ну ты и так восстановился правда да 80 маны делаем ход ждем будет нападать что то она не спешит нападать орда боевых дворфов отпустим их оракул на поляне в окружении дерева расседает слепой оракул вот а у него не титаны у него гиганты кстати я должен вот этого дядю победить чтобы затащить миссию о ой 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 вот это я сейчас ошибся судя по всему это я вообще ускорение замедлили вот это я сейчас наверное ошибся нормально ваншот будет нормально те это я уже попугаюсь ребята на вскидку не получается так делать как в третьих героях было что ты делал на вскидку все я помню что они плотные я не помню я не читал я не выучил цель я их не собираюсь учить мы делаем мы играем на вскидку все таки на глаз джимми метает камень на глаз джимми зоркий получает кликуху давай быстрее с этим покончим две тысячи очков опыта за это дают далее стоящие камни вот это по моему увеличивают вот это возможно посетить вот это надо посетят посещать к санаду я вычитал героям у которого есть дипломатия или который 10 уровня мы уже 14 уровня агар то есть мы готовы ко всему мы готовы более чем ко всему да нам бы обитель магов туда опять я упираюсь в библиотеку проклятую я за этот замок конечно да конечно да что у нас есть но у нас все есть я скупаю армию орков придется уволить наверное или грифонов перекинем их в другую армию жалко их просто киркоров сюда как же так я ж только что сюда давай подошел киркоров бежит забирает себе армию которую жалко которая с нами сначала и отправляется все сидим дома тут есть еще подкрепление еще есть титаны которых можно в принципе под подтянуть а что они тут делают а это запасные титаны которые я уже принес я уже ребята настолько поплыл что забыл об этом совсем так хорошо здесь вы что делаете выбежите за следующим подкреплением которое уже не так уж и важно все делаем ход нет не делаем делаем давай нападай что-то она так медленно нападает силу магии повышаю тут кто-то побывал почему артефакты не забраны вы спешите на отчаянные крики видите очаровательную девушку за которой гонится разъяренный медведь сквозь мгновение зверь повержен и благородная волшебница шьет вам из его шкуры волшебный плащ тут тоже где-то артефакт лежит медаль храбрости вроде бы она вижу вот они гиганты квик сильвер вот это мне нужно захватить снижается в половину урон наносимый вашим воином заклинаниями холода к санаду место не посещено лакей допустил вас до аудиенции с хозяином занятия с ним повысили 4 умения необходимые каждому герою отлично как на тебя нападать через мельницу или вот так непонятно тут сидим тут убегаем подкрепление оно и уже здесь командир не спешите еще несколько титанов так кстати это не город это не замок вот это вот город то есть он не может здесь закупать подкрепление я не знаю правда какие силы там много а у него еще копейщики с 40 называется противник святилище первого круга давай мы не будем действительно спешить подождем подкрепление жажду крови выдают стоп машина подкрепление пошло мы кстати можем сейчас выманить опять таки героя он побежит увидит слабую миру и нападет на нее и ставим полурослика одного и все и она отступает мы перекроем немного путь здесь но у меня армия более чем серьезная я не знаю что он должен сделать с пылы правда показать шахты вот это я конечно одна из главных отличительных особенностей он что-то уходит куда-то здесь нападение сейчас будет хочу нападение на замок хочу выдержать его а отстроена таверна мораль бойцов защищающих замок гильдия воров таверну еще напоследок напьемся троха хлопти три голема еще ну силы не очень тут сильные у меня честно говоря герой третьего уровня с такими заклинаниями замедления тут можно пытаться держаться за счет големов стая полетит рухов киркоров слышь ты далеко ты уже не успеешь по успеешь ты помочь но ты не успеешь отступить мы тобой пожертвуем мы тобой пожертвуем ты подляну сделаешь киркоров значит ты отдаешь вот этих парней вместо хоббитов и стрелков орков вместо кабанов себе сплетишь кабанов и сплетишь хоббитов джимми вот настало твое время а и ты ходить не можешь я с вот этой армией все таки буду защищаться не иначе ну давайте делаем ход значит я могу сейчас уже сюда напасть я не буду спешить я захвачу шахту дерзко тут встану в проходе что у него я могу его вынести кстати сейчас кто прольет первую кровь конечно же мы ох у него 5 гигантов а у меня 9 титанов у него 30 маны как его звать сорокин чародей у меня атака сильнее проклятие возможно на титанов или общее проклятие ослепление не пойдет проклятие на титанов они не подействуют проклятие да хорошо это гиганты они то есть ничего не сделают он походит на пол клеточки джимми ему пропишут вообще ничего не сделает святой кулон у него бездонная вагонетка руды баллистика второй степени хотя по-моему она не понадобится чтоб штурмовать замок делаем ход ждем нападения и должны отбиться стая это 14 ну ну посмотрим как ты будешь он будет разрушающим лучом мне снимать защиту с остальных големов то есть их в бой нельзя выводить фейки полетят их можно замедлить или влупить по ним против нас варвар кстати же клинт с хорошей атакой но но весьма посредственной магией тут конечно на стрелков полетят сколько птиц 14 вот эта проблема основная наша да тянуть их или нет я убью остальные юниты пусть стреляют по рухам нашей башни это важно или не убью корки отступают кабаны тоже отступают оттягиваемых вот так вот начинается да что получите ой сколько осталось 9 все равно жесткие руки убили деда сразу грифоны вступают в бой все надо рухов забирать вы отступите вы последняя оборона да мне конечно не хватает ним но давай еще молнию опа 4 руха грифоны атакуют 4 на 3 с удачей удар ну и здесь а я подойти не могу стой жди напускай ход вот кабан зашел ох кабану уфартит сильный удар сейчас получу рухов добить не могу кабанов теперь надо бить потому что руки уже не такие страшные 8 кабанов 8 кабанов грифон сколько рухов один рух два улетите пропиши ему в лобешник какой удачливый у нее кабан посмотрите варварский дворф они еще не сделают можно по кругу бегать сейчас а башни сбили уже мне да не башни стреляют еще что ты хочешь противопоставить дворфы могут сейчас сопротивляться один дворф не сопротивляется отбил нападение получаю стрелка ну и все желтый шон вызволяем некроманта ух тут неплохо 200 хоббитов у него 30 магов 30 значит здесь нужно обязательно наверное или общее прокорелятие или ослепление или вдарить чисто силой магии надо сейчас хорошенько засандалить первый ход кабаны пойдут в атаку кабаны должны при 45 рухов у него кабаны сидят руки полетят надо было общее проклятие кастовать двести ну я убью их конечно может надо было рухов убивать тридцать четыре на тридцать здесь не надо руки на рухов двадцать семь на двадцать восемь у меня атака повыше и защита нет джимми джимми немножко испортил хоббитские штаны но атаку провел так следующий ход мой ход молнию наверное дать какую-то надо этих рухов убрать или титанов надо уже этих гигантов убивать семнадцать остается джимми например убежит ой 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 тут надо этих убивать все практически джимми ваш выстрел по мудрецу противника отлично четыре семьсот очков опыта желтый крок сокрушен вы захватили квиксильвер вы победили некромант спасен поздравляю одним ударом ты подорвал силы чародеев и укрепил могущество некромантов гильдия некромантов выражает тебе бесконечную благодарность и сообщает что один из лучших ее колдунов будет служить тебе до тех пор пока ты служишь мне теперь я должен обратить твои силы на задачу решение которое не терпит отлагательств я говорю о баронах долины лорендейл двое из них объявили что готовы поддержать моего брата бунтовщика этого я не намерен терпеть ты пойдешь один и сам соберешь себе армию в твоем распоряжении замки двух верных мне вассалов не подведи меня генерал с тобой говорит король арчибальд я впечатлен твоими боевыми успехами и потому решил дать тебе шанс присоединиться ко мне и получить достойную награду я могу предложить тебе богатство и власть о которых мой брат может только мечтать богатство и власть или петля на шее от которой тебе не уйти когда я сокрушу бессильные армии моего брата ну что ты скажешь странно переломный момент пятая операция к чему была вторая второй диалог если мы и так за арчибальда а вот к этому то есть он хочет шантажировать меня петлей у нас награда гильдия некромантов я могу теперь нанимать крутого некроманта и переломный момент пятая операция в компании арчибальда и здесь можно совершить предательство небольшое ребята и переметнуться или играть переломный момент ну решение опять таки будет приниматься вы не знаете вы не будете знать какое решение будет принято в следующей серии мы продолжим что-то эту операцию начал бойко растянул на две серии тяжелая длинная достаточно но это герои они длинные зато весело четвертый мы не смогли поиграть значит мы потому что через некромантов пошли ну хорошая награда гильдия некромантов так будет забавно если я совершу предательство наняв этого некроманта о ну посмотрим в следующей серии спасибо за внимание до свидания нам до 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 Субтитры создавал DimaTorzok